здравствуйте мои дорогие друзья мои прекрасные зрители сегодня я решила сделать обзор посуды которую я использую сервируя стол к приходу гостей я всегда стремлюсь к тому чтобы вся посуда была выдержана в едином стиле ну и чтобы декор стола был еди в едином стиле и начну я пожалуй с любимого своего чайного сервиза из прекрасного фарфора произведенного в китае сервиз уже имеет совершенно необычную форму как вы видите и к сожалению чайника уже нет остались шесть чайных пар молочник и сахарница и меня особенно трогает рисунок который нарисован на этих предметах это прекрасный нежные цветы в таком белом розовую окраски на длинных стеблях колышащиеся с большими тычинками и эти цветы мне напоминают анимоны кстати посмотрите там подрисовка не знаю вот внизу что там я не поняла ну наверное все таки деколь а вот сверху идет явная подрисовка и тычинки и лепестки у цветов и еще маленькие цветочки в общем очень очень все выполнено нежно и красиво в пастельных тонах ну и какие цветы могли изобразить белорозовые нежные с большими и крупными тычинками на длинных стеблях ну конечно анимоны и ублюдится очень интересная форма ну вот видите она не круглая которую мы привыкли а вот шестигранная даже вот скорее восьмигранная стаканчик такой же граненый хотя наверху у него видите не грани а такое ровное круглое ну а сам он граненый и посмотрите такие же интересные ручки на блюдце очень интересные внизу по ободочку проходит серебро серебряная окантовка у чашечки тоже серебряная окантовка на ручке тоже серебряная такая штучка ручка довольно таки тоже интересной формы и внизу на блюдечке такие вот какие-то жемчужины белые из этого же фарфора вот покажу вам марку молочник тоже с гранями сделан и чайничек и сахарница точно так же и под этот чайный сервис я купила вот такие замечательные тарелочки десертные 19 сантиметров с очень красивым рисунком здесь тоже цветы и пионы по краю идет золотой ободок заканчиваются вот такими красивыми лавандовый цвет и заканчиваться такими чудесными золотистым тоней виньетками посмотрите какие красивые цветы но это не роспись это действительно деколь но очень красивая вот эта чудесная тарелочка дулёва десертная у меня их шесть штук как и положено это все я показываю еще раз говорю посуда для гостей чтобы пригласить гостей на ней видите прекрасные мелкие букетики цветочков у нее волнистые края по краю по краю проходит золото и сами цветы тоже сделаны основной стебель это золото такой осенний замечательный рисунок все цвета осени и золото и желтый и багрянец все все цвета осенью золото очень красиво на первый сорт вот эти замечательные фарфоровые тарелочки из обеденного сервиза покупали моя мама и бабушка это чешский фарфор очень красивый как вы видите белый ну рисунки это конечно деколь но посмотрите какие они изящные и тарелочки имеют волнистый край который золотой и по нему идет золотой ободочек золотая краска здесь вы видите буквально то что в общем то всегда бывает в обеденном сервизе кроме глубоких тарелок честно говоря здесь у нас есть и глубокие тарелки но они так далеко убраны но в общем не стала я выбирать потому что когда у меня были живы и мама и бабушка мы очень часто собирались у нас было очень много гостей и поэтому этот сервиз использовался очень 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 даже часто но к сожалению потом он стал использоваться все реже и реже уже сначала без суповых тарелок потом уже и без больших подстановочных тарелок тарелок ну потом уже так как дополнение к чайному сервизу тарелочки были но во всяком случае сервиз остался я надеюсь что все таки когда-нибудь мы будем использовать все эти свои тарелки более часто у нас будут как и раньше много гостей ну а сейчас вам хочу показать что внизу у нас стоит большая тарелка называется она подстановочная тарелка и между ей и средней тарелкой кладут стелится салфеточка или тканевая или бумажная вторая это средняя тарелочка или закусочная точно с таким же рисунком и третья тарелочка десертная или маленькая ну а дальше идет для супа подавалась глубокая тарелка для супа салфетка между закусочной тарелкой подстановочной клалась для того чтобы избежать скольжение и специально для этого сервиза у нас были куплены очень красивые тоже стеклянные чешское цветное стекло очень красивые базы для салатов ну очень много много разных для каких-то закусок для селедок но в общем очень красивые и тоже на на них очень красивые цветы ну это я вам покажу позже когда буду показывать вам свое цветное стекло ну а вот этот наш любимый замечательный сервис да к сожалению в последнее время мы используем все реже и реже и перед вами полный комплект тарелок из обеденного сервиза очень красивый сервиз фарфоровые сделано в китае но очень вообще замечательный фарфор посмотрите какие за какой замечательный рисунок обратите внимание на декор тарелки это самый знаменитый узнаваемый мотив рисунка версачи отсюда и роскошь декорирования и потрясающее сочетание цветов на синем фоне шикарный орнамент в которых плетена дубовые ветви или завиток райпайль это рисунок выполнен в стиле рококо или барокко но это конечно тарелка версачи выпускал серию своей посуды но это конечно мотив перед вами три тарелки самая большая подстановочная тарелка 27 сантиметров дальше идет средняя тарелка закусочная 19 сантиметров и самая маленькая десертная тарелка 16 сантиметров еще есть и посмотрите какая красота сая тарелка для супа глубокая тарелка ну это также как и все остальные комплекты для гостей здесь 6 на 6 людей все полностью всемирно известный модный дом версачи был основан легендарным джанни версачи в 1978 году в милане творческая вселенная версачи никогда не имела ограничений ведь ее основателя всегда интересовала не только моды но и театр скульптура дизайн танцы и живопись словом искусство поэтому вполне естественно что в 1992 году модный бренд расширил границы влияния появилась первая коллекция домашнего текстиля а затем коллекция столовой посуды аксессуаров из тончайшего фарфора эффектные предметы мебели и даже интерьерные проекты тотал лук по всему миру характерные черты античного стиля сочетание с барокко уже давно вплетены в днк бренда создавая коллекцию 2018 2020 главный дизайнер дома донателло версачи хотела отдать дань уважение брату джанни и с помощью современных трендов актуализировать некоторые из его интерьерных работ перед вами интерьер гостиницы одноименной гостиницы версачи ну а сейчас вы увидите интерьер комнаты александра пескова шик блеск красота наверно так можно в трех словах охарактеризовать жилище александра золото доминирующие водилки бархатные портьеры старинные канделябры картины в тяжелых рамах у меня в квартире говорит александр песков царит стиль версачи что означает постоянное ощущение праздника и роскошь одновременно это проявляется во всем в львиных лапах ножках стола и комоды в гостиной в характерном орнаменте украшающем подлокотники столешницу и стены практически по всей квартире в обивке мебели да что там у меня даже посуда и та от версачи для создания сервизов и настольных аксессуаров версачи хомс сотрудничает с производителем посуды розенталь которую вы все не знаете немецкая все предметы украшены греческими обороченными символами созданными из высококлассного фарфора и хрусталя перед вами немецкий фарфор розенталь серия ванити ванити иначе тщеславие красноречиво выражает философию этой посуды ей должны восхищаться ванити одна из самых узнаваемых и оригинальных коллекций фарфоровой посуды розенталь популярность серии ванити вполне объяснима во первых ее автор легендарный дизайнер джанни версачи а во вторых эта посуда невероятно красива главный декоративный мотив коллекции роскошный флористический орнамент золотого цвета в сочетании с глубоким как океан темно-синим фоном конечно моя посуда не розенталь незнаменитый немецкий фарфор но это реплика но очень хорошая реплика а я вам предлагаю посмотреть как я вписала эту замечательную посуду в осенний декор стола какая у меня получилась сервировка обнимаю вас и желаю вам всего наилучшего всего самого доброго и прекрасного так и а а а а Субтитры создавал DimaTorzok